Новости на телеканале Видное ТВ. Я, Татьяна Брилову, приветствую всех, кто сейчас с нами. И вначале коротко о темах выпуска. У работников ПТО городского хозяйства горячая пора. Поскольку это значимый участок, и здесь все направление города, поэтому мы меняем целиком от камер до камеры. Как выживают в это сложное время предприниматели? Мы делали сменный график. Используем все виды защиты, которые сейчас можно использовать. Это маски, перчатки. Они все такие разные, но сегодня выполняют важную работу. Расскажем о видновских волонтерах. Что, скучно не было? Ой, как красиво-то! Сразу после окончания отопительного сезона в Видновском ПТО городского хозяйства начинается подготовка к предстоящей зиме. По оценкам специалистов, износ тепловых сетей в Ленинском городском округе около 60%. Сейчас производится ремонт нескольких участков теплотрассы. На одной из площадок побывала наша съемочная группа. Подробности в репортаже Максима Козлова. В Видном, прямо у пожарной части, а также на противоположной стороне улицы Березовой, начались работы по замене труб. В работе пожарных препятствий нет, а вот местным жителям для прохода осталась небольшая тропинка. Но неудобство терпеть недолго. Разделена эта работа на два участка. Это магистральные тепловые сети 2 ДУ-500. И работы будут производиться в течение 20 и 30 дней здесь у каждой организации соответственно. Более 137 километров тепловых сетей обслуживает Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства. Объем немаленький. Перед нами ответ на извечный вопрос, почему летом отключают горячую воду. По разным оценкам, изношенность тепловых сетей в Ленинском городском округе составляет порядка 60%. И чтобы сократить эту цифру, ведется постоянная работа. Согласитесь, лучше летом две недели посидеть без горячей воды, чем зимой остаться без тепла. На двух этих участках будет заменено более 300 метров трубы. Всего же на территории Ленинского городского округа планируется обновить 1 километр 220 метров различных коммуникаций. Решение о ремонте того или иного участка принимается на основании данных, полученных при исследовании труб. Такой мониторинг проводится постоянно. Как правило, замене подлежат трубы старше 20 лет. Данный участок разделен на два сектора. Один из них 1989 года производился только частичный ремонт, и второй более свежий. Но поскольку это значимый участок, и здесь все направление города, поэтому мы меняем целиком от камеры до камеры. Работы по ремонту труб в Ленинском городском округе продолжатся до 31 августа. Ресторанный бизнес в России, как и во всем мире, переживает не лучшие времена. Сейчас приостановлена работа кафе, буфетов, баров, закусочных и любых других предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос вне заведений и доставки заказов. О том, как в Ленинском городском округе владельцы ресторанов справляются со сложившейся ситуацией, расскажем в нашем сюжете. С 28 марта заведения общепита перешли на карантинный режим работы, чтобы остановить распространение коронавируса. Им запрещено впускать посетителей. Они могут готовить еду только на вынос. Владелец ресторана «Аршак Лалаян» рассказывает, на доставку они поработали всего несколько дней и, к сожалению, пришли к выводу, что лучше будет закрыться. Расходы фонда оплаты труда, аренда помещения и коммунальных платежей были достаточно больше, чем было заказов за эти три дня. Потому что за три дня суммарно было у нас пять заказов. А это очень мало для того, чтобы только покрывать расходы на коммунальные условия. Ресторан был закрыт ровно месяц. Сейчас, по просьбе постоянных посетителей, он возобновил работу на доставку блюд. «Аршак Лалаян» признается, что часть сотрудников находится в отпуске за свой счет. Владельцу пришлось взять кредит, чтобы покрыть расходы на зарплату. Теперь каждый день работают вместо десяти человек всего два – повар и менеджер, который принимает заказы. Используя определенные маркетинговые акции, мы стараемся держаться и выдержать этот удар, который мы получили, в первую очередь об шипе. Немного лучше обстоят дела в другом ресторане города Видно. Здесь удалось сохранить весь штат сотрудников и зарплату. Официанты у нас работают доставщиками и операторами. Кухня осталась тоже со стами. Мы единственное, что сделали, сменный график. Используем все виды защиты, которые сейчас можно, во всяком случае, использовать. Это маски, перчатки, дезинфицирующие средства для боксов, которых мы доставляем. И обязательно измеряем температуру перед тем, как сотрудник приходит на работу. Заказов около 20 в день. Этого вполне достаточно, чтобы держаться на плаву, считает владелец заведения. Максим Арапов рассказал, что арендодатели пошли навстречу и снизили плату за помещение и коммунальные услуги. В знак благодарности сотрудники ресторана приняли участие в благотворительной акции. Узная о том, что в Видновской больнице врачи нуждаются в питании, мы собрались вместе с нашими коллегами, объединились и мы начали доставлять обеды ежедневно в Видновскую больницу. Это уже делаем на протяжении двух месяцев. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, предприятия общепита должны возвращаться к привычному рабочему ритму в несколько этапов. На следующем могут открыться рестораны, площадь зала в которых не превышает 50 квадратных метров, а количество посадочных мест – 10 на 5 столов. Далее заведениям разрешат принимать по 40 человек. На последнем этапе ограничений по количеству посетителей не предусмотрено. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ухоженный и зеленый двор обещал застройщик новоселам ЖК «Краски жизни». На деле же красоту пришлось наводить самим жителям. Но вот мнения о том, как это нужно сделать, разделились. В подробностях противостояния сторонников газонов и клумб разбиралась наш корреспондент Екатерина Борисова. Аккуратные газоны, разнообразные кустарники и яркие цветники – вот так должны были выглядеть дворы по улице Радужной, по заверениям застройщика «Сити 21 век». Но обещанной красотой жители домов наслаждались недолго. Здесь было непонятно что – то ли газоны, то ли не газоны, то ли кусты, не кусты. Ходили строители, все утаптывали. Мы выгоняли машины, парковались на газоне, когда пытались, здесь еще порядок наводили. И, к сожалению, управляющая компания запустила. Не было ухода, не было прикорма. Местами он был с проплешинами. Испорченный газон управляющая компания не торопилась восстанавливать. И тогда сами жители взяли инициативу в свои руки. С разрешением управляющей компании, с согласованием агронома техстроя, я занялась цветником нашего второго подъезда. Приходило очень много наших жителей нашего подъезда. И они тоже принимали активное участие. Причем на такой степени, что выходили с семьями, с детьми. Татьяна Ожегова и другие активные жители не первый год высаживают цветы и ухаживают за клумбами. Все это время совет дома не оставлял попыток достучаться до управляющей компании, чтобы те привели придомовую территорию в надлежащий вид. Недавно УКА все же согласилась заняться благоустройством. Но Татьяна и некоторые другие жители дома не верят, что клумбы сохранят, а за газоном будут ухаживать. Это и поделило жителей на два лагеря противников и сторонников благоустройства. Так кто же должен решать, каким образом благоустраивать придомовую территорию? Если это земля застройщика, значит надо разговаривать с застройщиком. Здесь мы застройщика обязательно никак не сможем. Если это муниципальная земля, значит 10 метров от отмостка дома отвечает управляющая компания. Не надо проводить никакое общее собрание собственников. Достаточно просто какую-то рабочую группу или председателя совета дома, которые будут взаимодействовать и выражать общее мнение, обращаясь к управляющей компании с просьбой высадить те или иные цветы. Словом, выход один. Жителям необходимо путем переговоров прийти к компромиссу. Мы понимаем, что есть жители, которым хочется с цветами и поухаживать к земле. И мы хотим в центре этого газона сделать клумбы. Какие-то, ну на что хватит фантазии и денег. Либо горки насыпать, либо просто огородить клумбы искусственным камнем. Благоустраивать свой двор также можно, присоединившись к ежегодным акциям «Лес, Победы и посади свое дерево», которые проходят весной и осенью соответственно. Для этого достаточно советам домов обратиться в администрацию муниципалитета и указать необходимые виды растений и места, куда планируется их высадить. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВИДН.ТВ Последние два месяца волонтерское движение выросло. Видновчане самых разных профессий и возрастов объединились и помогают тем, кому необходимо оставаться дома. Одни развозят лекарства, другие продукты. Немного больше о тех, кто спешит творить добрые дела, вы узнаете из нашего сюжета. С началом режима самоизоляции ежедневно неравнодушные граждане собираются, чтобы помочь пожилым жителям Ленинского городского округа. До сих пор им выходить на улицу нельзя. Но волонтеры до сих пор собирают заявки, закупают продукты и периодически созваниваются с пожилыми людьми, чтобы поддержать их в трудный период. День Светланы Лобановой начинается рано. В половину шестого утра она уже развозит продукты для пожилых людей. Заявки в специальной группе волонтеров ватсап она берет часто. Своих подопечных за это время Светлана хорошо узнала. Кого-то радует любимым печеньем, а кому-то привозят букеты сирени. Что, скучно не было? Ой, как красиво-то! Светлана Лобанова помогает пожилым людям с начала режима самоизоляции. Когда она узнала, что общественная палата Ленинского городского округа собирает волонтеров, сразу же поддержала идею. Я верующий человек и исполняю одну заповедь. Помоги себе и ближним. Это первая заповедь, которую хотелось бы исполнить сейчас, в данный момент, потому что все люди находятся на карантине. Есть такие люди, которые не могут выйти из дома. И я понимаю, что, например, если не еду, кто? Трудно оставаться в стороне, когда сложилась тяжелая ситуация. Оксана Бега, давно присоединившаяся к волонтерскому корпусу, прекрасно понимает, как сейчас важно поддерживать друг друга. Видно, она приехала из Донецкой области, где остались ее родители. В условиях пандемии на Украине ее родственникам помогают чужие люди. Поэтому Оксана решила, что будет поддерживать людей здесь. Александра Уткина помогает тем, кто сейчас не может выходить из дома уже два месяца, пока находится в декретном отпуске. Ее старший сын Костя знает, что мама занимается важным делом, поэтому помогает следить за младшей сестрой, пока закупаются и передаются продукты. Она нас вонтали закладывала, она сама бегала, а сейчас она стала нас брать с ней. Как и у многих волонтеров, у Александры есть свои подопечные, которых за это время она хорошо узнала, с кем-то поговорит, кому-то принесет необходимые продукты. Побыстрее бы это все закончилось с точки зрения того, чтобы просто у людей появилась опять же эта возможность общаться друг с другом не по телефону, а воочию. Многим жителям Ленинского городского округа сейчас необходимы и лекарства, которые волонтеры специально привозят из районной больницы. Мы с утра получаем информацию о том, сколько у нас адресов сегодня. Сотрудники поликлиники готовят нам список. И смотрим, сколько понадобится волонтеров для того, чтобы быстренько развести лекарства. Потому что лекарства разводятся день в день. На завтра мы ничего не оставляем. С теми, кто болеет, чем-либо волонтеры не контактируют, а с остальными только с использованием всех средств защиты. Я, так сказать, безопасно все делаю. Маски, перчатки, антисептики всегда при себе. Ежедневно добровольцами обрабатывается множество заявок. Иногда пожилые люди берут номера телефонов и звонят своему волонтеру, который тут же спешит принести необходимые лекарства и продукты, вынести мусор или оплатить счета. Александр Столярова, Татьяна Брылова, Евгений Сатовский, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сегодня исполняется 4 года со дня создания юно-армейского движения. В Ленинском городском округе десятки мальчишек и девчонок состоят в рядах юно-армейских клубов, где узнают о героической истории нашей страны и сами стараются расти патриотами России. Поздравляем их с этим праздником. И на этом все новости. В субботу смотрите итоги прошедшей недели. Расскажем о самом важном. До встречи.